Хотели обогатиться, вложили средства и лишились всего в полицию. До сих пор обращаются жертвы финансовой пирамиды Финика. Таких в нашем крае почти 300 человек и многие едва сводят концы с концами, чтобы расплатиться по кредитам. Как не стать жертвой таких афер, расскажет Ольга Шелик. Воробушек прискакал и кровь замычал, как кровь говорит. Хотели заработать, но вместо этого остались долгами. История семьи Юлии начинается как и у тысяч пострадавших. В начале года, по примеру друзей, решили вложиться в Финика, рассказывая девушка. Для этого даже взяли миллионы кредит в банке. За 4 месяца членства получили 400 тысяч. Но в июле компания исчезла вместе с деньгами. На семейном совете было решено не платить и дожидаться суда с банком. В семье работает только муж. Юлия в декрете с младшей дочерью, поэтому платить ежемесячно по 30 тысяч им трудно. С апреля месяца он находится там. В июле месяце эта компания обанкротилась. То есть, страница была, а снять деньги было невозможно. Мы не в состоянии выплачивать такую большую сумму, 31 тысяча в месяц. Ну, в общем, юристы посоветовали нам, значит, написали им письмо в банк, уведомили о том, что мы находимся в трудном финансовом положении и не можем выплачивать кредит. Финансовые пирамиды в нашей стране по-прежнему работают. С начала года Центробанк выявил 424 таких аферы. Людей подкупает возможность получить быстро выгоду и без особых усилий, отмечают юристы. А отсутствие элементарной финансовой грамотности злоумышленникам только на руку. Такие клиенты не будут проверять историю компании или задавать лишние вопросы. Советуем, когда вы выбираете способ инвестирования своих, вкладывания накоплений, то изучайте, что за организация, как она работает, сколько на рынке она существует, куда будут направляться эти денежные средства. И просто вложив их, нужно все равно проявлять какой-то интерес. Чем сегодня занимается организация? Может, там уже закрываются филиалы какие-то, может быть, уже деятельность фактически не ведется. Поэтому нужно очень быть аккуратным. Убедиться в чистоте компании можно с помощью Центрального банка. Его специалисты советуют проверять компанию по признакам так называемой финансовой пирамиды. Это, например, отсутствие лицензии, собственных основных средств и какой-либо информации о финансовом положении организации. Также проверить компанию можно на сайте Банка России в специальном перечне. Однако, если деньги уже отданы, то нужно обращаться с заявлением в следственные органы. Сложнее всего признать пострадавшего человека потерпевшим. Для этого нужны доказательства, говорят в полиции. Пирамиды работают без договоров, и зачастую уликой служит только скриншот из личного кабинета. На сегодняшний день в полицию обратились 284 лица о причинении материального ущерба, 269 из которых допрошены в качестве потерпевших. На территории Красноярского края проводятся следственные действия, как правило, в отношении потерпевших, кто пострадал, и в отношении лиц, которые привлекали этих лиц, на которых потерпевшие указывают, которые на сегодняшний день допрашиваются пока в качестве свидетелей. Сейчас потерпевших от действий руководства ФИНИКа ищут по всей стране. Это тысячи человек, а сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, уже превысила 1 миллиард рублей.